Сегодня в Брянской области 16 полигонов твердых коммунальных отходов. Еще несколько приступят к работе уже в этом году. Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО, компанией «Чистая планета» на особом контроле властей. Одна из главных задач, стоящих перед оператором – сортировка отходов, которая в настоящий момент осуществляется по 28 позициям. Мощность у вас сортировки? 280 тысяч. 280 тысяч тонн по году. Какие планы у вас в этом году? По сортировке до каких процентов? Мы планируем сейчас начать модернизацию, повысить еще где-то процентов на 15-20. Это сколько общая будет? Ну, хотя бы до 20 дайте. Это лучший показатель. 20 процентов в этом году? Да. Не только о цифрах, показателях и статистике, но и, конечно, о тарифах для населения. Без скучных докладов на месте, на полигоне и в сортировочном комплексе. Председатель Временной комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля Андрей Кутепов знакомится с работой регионального оператора в режиме «живого диалога». Мы должны понимать, что приоритет во всем этом – это экологическая составляющая. Это не бизнес, как таковой для оператора, который ставит себе во главу угла бизнес. Это должно быть две вещи. Самое главное – это тарифная составляющая и экология. Вот это две, которые наши граждане должны видеть после того, как операторы начали работать в регионах. От сортировки к следующему этапу побывала делегация и на мусороперерабатывающем предприятии. Здесь же комиссия во главе с председателем Андреем Кутеповым смогла оценить уже готовую продукцию, произведенную исключительно из вторсырья. Например, вот такие биоразлагаемые пакеты не обошли стороной и вопрос раздельного сбора мусора. Мы теперь четко можем понять, сколько, какое количество собирается в Брянской области, какое количество мусора собирается и как оно растет сезонно или год от года. Вот эта уже динамика будет уже в статистике учитана. Поэтому это очень важно. Очень предметно поговорили сегодня, каким образом и в чем ведомстве должно находиться именно пух то, которые стоят внутри кварталов. То ли это ТСЖ, то ли муниципалы, то ли это может быть региональный оператор. Здесь же определено, что это все-таки управляющие компании, которые ограничивают и содержат данные раздельные баки для сбора мусора. Это не может не радовать. И, конечно, показывает статистика о раздельном сборе мусора, он растет. Раздельный сбор мусора – это, конечно, завтрашний день. Если мы под нему будем более тщательно подходить, то, конечно, и переработка экологической ситуации будет улучшаться.